А что вы здесь находитесь? Сегодняшнюю конференцию в школу буду проводить я. Я думаю большинство из вас меня уже знает. Сегодня за планом Рома Мешок должен быть. Но Рома Мешок попросил меня очень сильно, чтобы эту школу провел я. Поэтому давайте друг друга как всегда поприветствуем и будем начинать. Сегодняшняя школа будет темой не особо подготовленной я к этой школе. Но я хочу вам рассказать те вещи, которые у меня сегодня очень близко и с которыми я сегодня работаю. Артур, привет медведи. Да, медведи приветствую. Давайте дружненько напишем друг другу хотя бы несколько слов теплых. Какие слова вы теплые знаете друг другу? Пожелайте каждому из вас, чтобы вы почувствовали такой заряд сразу энергии к этой школе. Другие, которые будут подключаться, будем включаться. У меня очень много партнеров моих сегодня. Мои первые линии, мои ключевые люди спрашивают. Несколько таких самых распространенных вопросов. Я буду школу в этом ключе говорить. Это, конечно же, как правильнее и грамотнее это все сделать, построить свой бизнес. Как себя дисциплинировать. Как распределить свой день. Как грамотно работать со своими людьми и в первую очередь самим собой. Вот эти самые часто задаваемые вопросы мне поступают от моих ключевых людей. Кому эти вопросы даже вы сами себе задаете, ваши партнеры? Есть такие? Какие такие партнеры и вы задаете такие же самые вопросы? Сами же себе, возможно, вы задаете. Как грамотнее время распределить? Как сделать так, чтобы вы более сплоченнее работали? Именно мы говорим за командой. Как эти командные вещи встроить? Есть, отлично. Я предлагаю сегодняшнюю тему пообщаться в этом ключе. И я буду примером показывать на своем, как сегодня я лично живу. Потому что мне недавно такое было для меня личное открытие. А эти открытия появляются. Планирование, пишет Вера. Действительно, планирование, дисциплина. Это одни из самых фундаментальных вещей. Самые важные. С них нужно начинать. И, в принципе, любое дело. Но в данном случае мы сейчас говорим за работу в компании Теликс Ри. С командой «Проспельтика» от «Медведь». Смотрите, у нас, вы знаете, очень базово построено это на четырех таких китах. Четырех таких основ. Как здоровье, отношения, личностное развитие, бизнес. Это основа сегодня нашего клуба «Процветание». И вот я приведу такой пример, как я лично каждый день провожу. У меня есть ежедневник, в который я записываю свои, в принципе, текущие дела. И у меня есть еще айфон, на который я пишу очень часто заметки. Так же самое, как календарь веду. То есть, у меня он привязан еще к Google календарю. То есть, я одновременно вижу, мне приходят смски о каких-то моих оповещаниях, напоминаниях. Вот для чего я это в первую очередь делаю? Потому что, для чего? Для того, чтобы многие вещи запланировать в первую очередь. И делать это всегда. То есть, то, что я сейчас пишу, я стараюсь придерживаться с вероятностью 90% выполнить это. То есть, вероятность должна большая выполнение. И как я привел только что, я работаю на 4 таких основных платформах. По здоровью, по отношению, по личному развитию и по доходу бизнесу. И у меня есть каждый день определенная оценка. То есть, я сам себе ставлю определенную оценку для того, чтобы мне достичь чего-то. Стать немножко лучше. Стать на один шаг лучше. И вот у меня стоят какие-то определенные цели, что я должен сделать. Примерно, по здоровью у меня стоит сходить, сделать тренировку в спортзал. То есть, я не просто иду в спортзал. Я вылаживаюсь на этой тренировке настолько, что я себя лично оцениваю, что это будет десяточка. Что это вот та десяточка, что я сделал максимум и сделал чуть-чуть больше, чем раньше делал. Чуть-чуть, на капельку больше. В отношениях то же самое. Если я ставлю себя в отношениях, то я вижу, что здесь нужно поработать над этим. Я ставлю даже купить простой букет цветы своей жене. Если я это не сделал, я понимаю, что для меня это просто день идет в насмарку. Очень легко работать с двумя шариками. Ну, кто из вас умеет джонглировать, наверное, как вы пробовали, два шарика очень легко. А вот с четырьмя шариками нужно уже мастерство. Так вот, я смотрю, что наша жизнь вот такая, она должна нам в гармонии быть. И когда вы вот эти все шарики хорошо умеете балансировать, у вас все здорово получается. В личном развитии у меня идет обычно сейчас просто катастрофическое развитие, я считаю. Я лично сам для себя обозначил, что сегодняшнее место в медведе, мое, я думаю, ваше, это зона роста. Я часто это называю. Что это такое? В моем понимании есть вся такая атмосфера, вся структура для того, чтобы выросли, развивались, становились лучше, больше, сильней, уверенней. Вот это все для этого есть, потому что помимо зарабатывания денег, то есть вот то, которое сегодня происходит с компанией TXF, вы должны грамотно развиваться. И вот это самые фундаментальные вещи, на которых, в принципе, все строится. И вот недавно я вам сказал, мое такое было открытие даже лично для меня, что вот действительно, наверное, лучшие сегодня бизнес-модели, которые могли придумать, это реально стиль жизни. Вот самая лучшая, гениальная модель – это стиль жизни, это лучшая бизнес-модель. Вот если вы эту бизнес-модель для себя как рассмотрите, ваш личный стиль жизни, начнете менять его, вы увидите, что вот произойдет. Сегодня днем я встречался с несколькими своими партнерами и, ну, буквально так, с течением обстоятельств, случайно заехал в институт, который я заканчивал. У меня есть высшее образование, как ни странно. И вот как человек с лучшим образованием, да, мне просто интересно было некоторые посетить те места, где меня так ностальгия зацепила. И вот жалко, что я не сделал фотографию, я хотел сделать фотографию. Как раз на углу одного из корпусов находился человек, который ровно пять лет занимался и занимается сейчас продажей вот таких, знаете, карточки продают мобильных телефонов. Я не знаю, в других странах они есть, но вот в Украине часто можно это встретить. Можно карточку мобильного телефона купить бесплатно, без паспорта, то есть купить там как у местного оператора. Так вот, этот же человек, я даже подошел, просто мне любопытно было спросить, как у него дела. Пять лет назад, когда я поступал учиться, этот человек стоял на этом месте, продавался эти карточки. И вот прошло пять лет, как институт мой, завершил я свое обучение и случайным образом попал на это же место, я вижу, этот же человек стоит и то же самое делает. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас сегодня хочет просто изменить свой стиль жизни, который у вас сегодня есть, поменять его, сделать лучше. Вот вы знаете, что вы хотите по-другому все, что-то сделать намного лучше, намного, скажем, приятнее, чтобы было вам, вашей семье. Вот есть такие вот, вы уже над этим сейчас работаете, вы хотите не остаться вот как в том примере, который я сейчас привел вам, человека, который пять лет, вот я просто смотрел, я был в шоке. Как так? Для меня это вот ощущение, что знаете, как вот копирует-вставит, человек что пять лет, что десять лет назад и будет там и стоять, например, пока его там не уволят. Это они не продадут. Отлично. Ради кого? Вот ради кого это вообще? Особенно из практики я вижу, очень много людей приходят в этот бизнес по причине. Вот вы можете посмотреть, те люди, которые приходят по причине, этот бизнес делают очень легко. Основные вещи, которые вот я вижу, получается у меня, у моих партнеров и у других людей, которые задают вопросы, это дисциплина. Вот, наверное, это самый такой главный, такой креугольный камень, который нужно просто каждому делать. Абсолютно каждому, это как, знаете, вот одна из, называется, критерий успеха. Потому что если у вас дисциплины сегодня не будет, то есть если вы себя не сможете самоорганизовать, навряд ли вы станете хорошим, серьезным лидером для ваших людей. Потому что лидер в первую очередь это тот человек, который может себя самоорганизовать, а уже потом и других. Часто какие вопросы меня вот задают в моей первой линии? Один из них такой это, вот Сергей, вот у меня день, как мне этот день распределить? Я обычно ставлю, вот если день работы с компанией Телексид, я ставлю очень просто. Смотрите, то есть у меня идет утром, всегда я вот, кто видел в этом видео, я пишу какие-то определенные процедуры делать с телом, с развития личности, с какой-то работой над собой одним словом. Так вот, это для чего я делаю? Для того, чтобы зарядить себя на целый день. Потому что как для того, чтобы вам что-то отдать, даже свою энергию пообщаться с кем-то. Потому что люди покупают вас, вашу вот эту энергию, ваши вот эти эмоции. Все сделки, все продажи совершаются именно только на этом. Потому что люди идут вот именно за людьми, которые вы. И вы, если не сможете что-то отдать, вы будете вот видеть, что люди не готовы к вам идти в бизнес. Понимаете, вот нужно действительно отдавать, и тогда будет к вам идти больше. И вот для того, чтобы отдать, вам нужно зарядиться. Я предлагаю просто такой вариант, чтобы вы это делали, какие-то практики для себя. Очень много разных личных практик. Я не буду сейчас никакие вам навязывать личные свои. Вы можете на свое усмотрение, если захотите, узнаете. После чего у меня идет очень легкое. Я каждый день планирую. Я практиковал и с вечера, и с утра. У меня с утра, с ежедневником, я планирую свой день. То есть, это что значит? Я расписываю максимально важные события. У меня примерно идет так. Где-то 3-8%, я так по ощущениям сейчас вам говорю, это важные дела. Это те дела, которые нужно сделать 100% сегодня. Вот прям 100%. Все остальные дела, которые я делаю, это рутинные дела, или такие, назовем, срочные. Я делю дела на три категории для себя, чтобы было удобно знать, что мне делать. Это важные дела, срочные дела и рутина. Вот три такие категории. Рутина – это то, которое появляется постоянно. То есть, вы делаете эти вещи, появляются. Срочные дела – это те вещи, которые, в принципе, ну, допустим, вы занимаетесь сейчас, я не знаю, там, может быть, таким примером. Общаетесь с вашим ключевым человеком и знаете, с ним вы построите большую команду и строите с ним какие-то определенные сейчас отношения. И вам здесь звонит какой-то человек и говорит, слушай, я хочу сейчас тебе подписаться в первую линию, какой-то потенциальный партнер. Так вот, это и есть вот такое, как бы, срочное дело, которое вы не планировали. У вас сейчас в планах стоят важные дела. Поэтому я вам советую здесь научиться это сделать как привычкой, планировать свой день, вот сначала хотя бы с одного начать. Потом начнете с недели вести. То есть, недельный график я вот советую вам ввести в Google календаре. Очень удобная вещь, особенно, когда вы можете синхронизировать это с айфонами и другими носителями. Очень удобно. Вам приходит смс, напоминание, что вам нужно сделать, в какое время. Важна очень еще такая вещь, вот я вставлю тоже вот в дисциплине планирования вот этих важных вещей. То есть, я понимаю, что сегодня работа с первыми людьми, то есть, вашими партнерами, вашими ключевыми партнерами. У меня есть первые линии и есть ключевые люди. Этих трех, у меня есть три категории, которые я сегодня делю этих партнеров. Это новички, это любители, это профессионалы. Да, Денис, вот правильно. Срочные и важные дела – это одни из самых ключевых. Просто важное – это то, что вы должны сделать вот сто процентов. Срочными делами занимайтесь тогда, когда у вас есть время. Это наподобие чего? Вы владелец, к примеру, завода. И представьте, вы руководитель завода. И начинается у вас пожары на заводе. И представьте, вы будете тушить пожары, так вы решаете срочные вопросы. Потому что руководитель – это тот, кто решает важные вопросы, чтобы не допустить такие пожары или заниматься другими вопросами. Потому что вы станете пожарником, а не руководителем. Поэтому важные вопросы – это очень важно. Как даже в правиле менеджмента, есть такое правило. То, что нельзя измерить, вам нельзя этим управлять. То есть, это закон. Поэтому измеряйте вашу работу. Я сейчас вам нарисую еще такой график. Мне вот пришли мысли. Когда мой первый спонсор рисовал мне этот график, когда я еще был студентом, и говорил мне, вот смотри, насколько важно время, насколько этот ресурс невосполним, насколько он тебе должен давать мотивацию того, что ты, если дисциплинированно все будешь делать, ты поймешь, что каждая секунда твоего времени настолько дорого, что ты не будешь просто так заниматься какими-то ненужными вещами. Я вам сейчас нарисую этот график, посмотрите. Но прежде чем нарисую, еще пару слов, как я сказал, за планирование и дисциплину. Есть у меня три категории людей. Смотрите, это новички, это любители, это профессионалы или еще лидеры, я их называю, лидеры, топ-лидеры. Как я делю этих людей? Я работаю сегодня где-то примерно 80% времени с этими лидерами и топ-лидерами, а остальные, даже 70%, вот так, 70%, 30%, 20% я работаю с любителями, и где-то 10% я работаю с новичками. Почему так? Вот если вы проследите цепочку и свои личные, и ваших партнеров, вы увидите, что весь бизнес строят именно эти ключевые люди, те лидеры, люди, которые это делают. Все остальные люди, они, ну, можно сказать, такие, как, вот я делю на три категории, они решают вопрос, они командные игроки, они правильно все делают, но у них не получаются феноменальные результаты. Феноменальные, я имею в виду, такие сверхрезультаты, которые у людей выделяются. И, на мой взгляд, это люди, которые просто сегодня еще не готовы брать определенную ответственность. То есть, это люди, которые еще нужно пройти какой-то период роста, развития, для того, чтобы они стали на уровень лидера. И поэтому я выбираю сразу здесь категорию «Работать с этими людьми», потому что, ну, вот как результат вам пример моей работы, да, вот на четвертый месяц работы, то есть, я тысячу долларов в день вышел. Это мой личный результат. И я знаю, что сегодня очень много моих партнеров, которые вышли за доходы за 10 тысяч долларов, первой линии. Это вот свидетельство той работы с ключевыми людьми, которые работают вот именно в таком, назовем так, определенном графике планирования дисциплины. То есть, у нас четкие планерки, у нас есть сегодня структурные, видите, школы, презентации, у нас личное общение идет, у нас сегодня уже и подключаются еще флайн-мероприятия, инструменты, которые делаются. То есть, эти все вещи, которые создаются и уже есть, нужны для того, чтобы вы грамотно распланили свою работу. Если я занимаюсь сегодня, например, рекрутированием, допустим, подключением в свою первую линию, то я распределяю обязательно, что вот есть, к примеру, у меня 2 часа времени, ничем больше я не занимаюсь. Вот я даже иногда отключаю носителей, там, мобильный телефон, просто начинаю сразу звонить. Партнерам говорю, что у меня там 2 часа нет. Или вот конкретно встречи. То есть, если я на встрече, я всем отписываюсь, кто меня знает, что я на встречах. То есть, пока я эти встречи не проведу, я не занимаюсь другими делами. Это один из важных элементов, не переключиться. Потому что часто бывает, увлекаетесь. Вот у кого есть такое, скажите, пожалуйста, когда вы занимаетесь чем-то один и сильно увлеклись. Вот, к примеру, начали подписывать человека, и вот он у вас вроде бы там захотел к вам подключиться, он вроде бы вот, вы чувствуете, ему это интересно, вы с ним общаетесь, но забыли о том, что вы сейчас там, может, со своими партнерами какие-то уже планы строили. Есть такое, что вы сильно увлеклись тем, чем занимались, и оно вас, как говорится, понесло. И когда вы смотрите, проходит день, вы понимаете, слушай, ничего себе, уже прошел целый день. Что я сделал? И какое у вас ощущение, когда у вас это выполнено? Вот еще напишите, какое у вас ощущение, когда вы то, что написали, 100% выполнили. На 90% выполнили. Вот какое у вас ощущение? Чувство того, что вы выполнили сегодня в 90-100% то, что вы написали в дисциплине. Просто, какие у вас ощущения, когда вы это сделали? Мне интересно, можете написать. Классные, да. Это ощущение действительно классные. Кайф, глубокое удовлетворение, отлично. Самоудовлетворение, повышение настроения, отлично. Хорошо. То есть все прекрасно, наверное, понимают целостно, что вы сделали то, что сказали. То есть ваши слова, ваши мысли за действием закрепились. Какой вопрос, да? Вопрос был в том, Кирилл, какие ваши ощущения, когда вы не выполнили ваш план на день, когда вы что-то ставили, какие-то планы на день и не выполнили. Если вы умеете выполнять планы на день, вы легко научитесь делать это на неделю. Главное знать вот эти просто принципы. Вот Денис Бойко на прошлой конференции говорил за состояние. Вот я придерживаюсь к мыслям многим, что чтобы состояние это получить, вы должны его хотя бы прочувствовать сами, как это сделать, научиться день свой планировать. У меня есть люди, которые умеют, я знаю таких людей, которые умеют это все делать, держать в голове и свой план выполнять 100%. Но это единицы, если вы научились так делать. Я сегодня так не умею, я умею делать это с ежедневником. И знаешь, я выполняю в вероятности, например, 90% то, что сегодня на день я сделал. Если я не выполняю, причины невыполнения. Смотрите, я долго разбирал тоже, опять же, все на себе. Я буду говорить, а вы скажете, есть, давайте так говоримся, я буду вам приводить свои примеры, мои ошибки. Потому что, вот, что такое опыт? Это сумма совершенных ошибок. Так вот, я сейчас приведу свои суммы совершенных ошибок, а вы скажете, у вас такое было или нет. Ну, плюсики, можете стать, или единички. Смотрите, у меня было как? Начинал планировать, написал 25 дел, 25 задач для себя. Выполнил только 5. Начинаю разбирать, почему такое. Ну, думаю, а я же, что там, 25 задач, это что там вообще, что там для меня, сейчас как сяду, как сделаю. А когда начинаю делать, понимаю, сколько это может занять времени, я прекрасно, опять же, осознаю, что это не делаю. Или проходит уже время, там, скажем, конец дня, я вижу, слушай, 25 задач, а из них даже 3 не выполнено. Не, наверное, я сегодня это не буду делать, буду завтра. Завтра начинаете делать, снова зарядились, классно, давай делать. Начинаете делать, опять выполнили 4, и еще больше расстроились. И вот здесь у меня было такое даже чувство тревоги, что я вроде бы как-то и цели достигаю, но что-то мне плохо. И вот здесь мне еще больше пришло, как бы, такая мысль осознания, что нужно вот это чувство тревоги, чтобы не уходило. Нужно действительно выполнять планы и выполниться цели. То есть, выполняя планы ваши, ваши цели придут. Придут, потому что успех – это вот эти микроскопические шаги, когда вы по чуть-чуть делаете. Когда вы научились делать 1-2 шага, вот как ребенок, сделать 1-2 шага, потом он научится ходить, бегать. Вот точно так же это в любом бизнесе. Вот и в нашем сегодняшнем деле, на примере взять, если вы сегодня распределили свой день, я вам пример рассказал, да, это неправильно распределение времени вашего. То есть, вот я сейчас нарисую картинку очень интересную, я вот обещал, я все помню. Вот, что дело в том, что вот это и причина многих. Сегодня я даже иногда спрашиваю своих партнеров, друзья, чем вы сейчас занимаетесь? Я там общаюсь с человеком, а я сейчас там этим. А что у тебя сегодня на день? И человек не может мне ответить. Я ему звоню, скажи, что ты сегодня запланировал? Он не может мне ответить. Я вам серьезно говорю, люди, которые получают свыше 10 тысяч долларов в месяц сегодня. Я говорю, как так можно жить, не зная, чем ты сегодня будешь заниматься? Ты хотя бы подумай, хотя бы намерение, которое сделать, того, чего ты хочешь. Но если есть силы, напиши. Если ты умеешь в голове это все держать, то ты просто молодец. Но, как правило, такого нет. И вот здесь сразу из этого начинаются такие вот многие проблемы. Потому что человек, когда начинает много делать, он не сможет это делать. И аналогично мало делать. Когда сделал одну-две задачи, вот говорит, я сделал, вот у меня есть тоже такие партнеры из моих трех классов. Помните, я вам еще раз сказал? Новички, те, которые, вот я сейчас вам немножко, давайте еще одну минуту скажу. Кто такие новички, кто такой любитель, кто такой, в моем понимании, про Снэо. Новички, это те, которые партнеры вам постоянно будут мыть. И говорят, это не работает, маркетинг неправильно считает, там сверху вниз больше процентов платится, компания там вдруг закроется, а сколько просуществует, а ты точно уверен, а пятое, а десятое. Слушай, а может там, я не знаю, еще что-то случится. Слушай, а мне здесь написали на сайтах, что здесь уже давно все закрылось. Как вы вообще работаете? И постоянно в том духе, программа не работает, что делать, как мне партнера сказать? Никто мне не верит. И поехала-поехала в этом духе. Мне иной раз, когда слушаю, так, знаете, не хочется, я телевизор не смотрю, вот хочется вспомнить, как это было телевизор посмотреть. Я общаюсь с своими новичками, такими людьми, тусовщики, да, есть такие. Я с ними общаюсь и понимаю, что новости такие же самые. То есть люди живут просто в таком, ну, как сказать, для них это стиль жизни, они новички. Они еще не перешли там какие-то для себя, не сделали какие-то уроки, выводы. Ну, то есть у них еще процесс, процессы свои идут. Это нормально. Просто они такие есть, и их сегодня 60%. Вот я примерно, ощущение, опять же, 50-60% таких людей. Любители – это те люди, которые, у меня есть примеры, я просто не хочу назвать этих людей, вот, даже в своей организации. Это те люди, которые, я называю, 50 на 50. То есть это люди, которые и делают результат, но одновременно не могут уехать куда-то, заняться какими-то другими делами. Вот то, что я вам говорю, увлекаются чем-то сильно другим. Их, как бы, не знаю, как вот так, знаете, как там свистнули, прибежал, там свистнули, прибежал. И они, вроде бы, и занимаются, и не занимаются. Это и спланирование, что я, если приводить пример, человек делает мало действий. То есть не много, как я сейчас приводил, а мало. Он сделал мало, но это мало не дает ту статистику для того, чтобы обработать вас список контактов, наработать новый список контактов. И человек, получается, делает, вроде бы, там, говорит, я говорю, сколько ты можешь времени уделить в день? Я могу уделить 2 часа плюс. 2 часа еще, главное, плюс. А что значит плюс? Это сколько? Это 2 часа. 20 минут, 2 часа, там, 4 часа, 2 часа плюс. Ну, то есть люди сами себя так обманывают. И поэтому, значит, следующий, да, вот момент такой, что вот эти любители, у них есть 50 на 50, работа, работа. То есть мало делать и много делать. То есть я считаю, все же нужна какая-то работа лично для вас. У меня сегодня приблизительно это 8-часовой день. Я вот чувствую по моим силам, что мне сегодня хватает 8 часов дня. Больше это уже такая не очень эффективная работа, но та работа, которая я считаю самая эффективна. Потому что есть у каждого свой какой-то пик эффективности. Вот, лично у меня это пик, скажем, 8 часов. Я уже просто знаю по себе, если вы, скажем, попробуете, для кого-то этот пик может 4 часа, для кого-то это может 5 часов, для кого-то может быть это час, а остальное это такая сама работа. Дальше. Всему радоваться. Идемте дальше, смотрите. Сейчас будем рисовать. Я вот здесь, в этом всем, что я сейчас сказал, хочу вам мысль намекнуть на то, что всегда нужно правильно действовать. То есть все действия должны быть правильными. А правильность придет, если вы будете какие-то проводить над собой тесты. То есть попробовать сделать, скажем, час поработать времени, проработать 5 времени, проработать с партнерами, сделать, значит, что-то, вот не 10 задач, а 25 задач. Сделать 2 задачи и посмотреть просто над собой, поэкспериментируйте. Потому что это такие вещи, которые самые важные. И я когда сегодня даже для себя, вот я очень много для себя изучаю некоторых людей, то есть истории успешных людей. Это очень-очень интересно, если познавательно. Вы увидите, что дисциплина, это одна из самых главных, планирования дисциплины, если брать, самых главных вещей этих людей. То есть у них это, ну как вам сказать, это прямо вкоренилось с опытом. Потому что нужно вот прямо ее себе вкоренить, приучить себя. Потому что если у вас не будет таких привычек, вот дисциплины, каждое утро, примерно, вставать. Вот я вам могу, кстати, даже, смотрите, вот пример такой. Самый, самые, те, кто хочет изменить стиль жизни сразу же. Вот кто хочет сразу изменить стиль жизни. Есть такие, вот вы переписали, я помню. Вот для вас есть даже не то, что упражнения, а попробуйте сами это сделать. Я попробовал, у меня сработало. Многие мои партнеры, кто пробовали, сработало. Смотрите, просто-напросто сегодня меняйте свой режим дня. Это что значит? Если вы сегодня там, кто-то говорит, я сова там, я там жайворонок, я там еще что-то. Возьмите, вот, неважно, какие у вас сейчас ситуации, события, где вы живете, как живете, просто сами себе обещания возьмите. Я там два месяца хотя бы, ну месяц просто вы не почувствуете, два-три нужно. Буду вставать примерно с пяти-шести утра. Если вы уже вставали, хотя это кому рано вставать тому, да, кто рано встает, тому Бог дает. Попробуйте просто изменить свой режим дня на несколько месяцев. Если вы измените свой режим дня, вы увидите, какая разница, что у вас произойдет, изменяя это только режим дня. Так, золотые слова. Это не то, что золотые слова, это, это, я лично пришел, это из моей личной практики, это у меня было. Многие люди, кто это пробовал, у них это тоже самое получилось. Вот это и есть, вы поймете правильные действия. Вот, и вот, смотрите, если говорить, я сейчас, просто мне сегодня так вот, чувствует меня хорошее, сегодня интересный день сегодня выдаст, я вам сказал, для меня время так вот, настолько вот кажется, что жизнь быстро летит, да, вот много так все происходит, очень быстро. Так, я сейчас включаю экран, мне нужна рисовалка, презентация, так, и начать рисовать. Вот, сразу скажу, я не художник, особенно в таком интересном PowerPoint, но постараюсь вам нарисовать то, что хочу. Скажите, пожалуйста, видно две линии, вот, значит, вот такие красивые две линии. Тут практически все спят, сейчас мы будем вас будить. Сейчас, наверное, я буду как в этом. Кто был член на презентации, подарки хотели получить, вот. Видимо, партнеры немножко спали. Кто был член на презентации, хотел получить от меня подарок. Так, сейчас я, значит, сделаю ее. А, вот, все, немножко разобрался, вот так нужно. У меня немножко экран подвисает, поэтому буду стараться сейчас вам. Ага, вот, сейчас вот. Все, немножко разобрался. Вот, смотрите. Смотрите, друзья, этот график, я сейчас вам нарисую, смотрите, это такая небольшая зависимость времени и, в принципе, ваших таких денег. Да, простой график, который, возможно, кто-то из вас его видел, кто-то не видел. Ну, смысл этого графика очень прост. Это реальность, это воспримите это как сегодня должное. И я вас попросил бы просто вот вдуматься, вот немножко вдуматься. Смотрите, я иногда так раз месяц, раз два, бывает, раз три месяца проделал такую практику. Смотрю, что сделано мной за месяц, за два и за три. Вот, просто для себя, вот, каждый, у меня есть такой самоанализ, да, вот, я сижу и думаю, что вот сделал, вот, я планировал цели такие-то, планы были там такие-то, что было сделано. И я начинаю такой самоанализ. И за какое время? Так вот, мой тогда первый спонсор, он рисовал мне очень такой простой график, когда, сейчас, секундочку, я случайно стер, вы, наверное, не видите. Ага, так, наверное, стер случайно, сейчас, минутку. Вот, давайте, я еще раз нарисую. Так, звук пропал, если у вас звук пропал, вы, наверное, просто, наверное, у вас подвис немножко экран. Сейчас, сейчас я включаю. Так, вот, смотрите. То есть, это наша с вами вот эта точка, будем называть, это наше, все хорошо, да, отлично. Это наше с вами, так называемое рождение. Здесь мы с вами, можно сказать так, появились. И здесь вот такой интересный. Сейчас мы, вот здесь, конечно же, нужно написать, кто был, кем стал, что ждет, такой большой крест. Да, вот это угол, вот это мне тоже, так говорю, такой красивенький, смотрите, да, там мраморный, кто как хочет. Вот, но это нас все ждет. Да, вот, как говорится, давайте реалистичным быть. Вот, мы какой-то начинаем свой путь, и у нас всегда придет это к нашему, как говорится, сожалению или счастью для кого как путь. Вот, и он, давайте вот так, вот так, я думаю, всем понятно. Вот, это есть время. Вот, я просто буду сейчас очень быстро вам писать, смотрите, я примерно тогда так, могила. Да, это все, думаю, поняли прекрасно, что это. Примерно, я так считаю, что 20 лет, до 20 лет мало очень кто получал какие-то доходы, а если получал, то они были, скажем, там, нулевыми. То есть, если будем тут рисовать деньги, да, это зависимость денег, это время. Вот, это время наше. Да, и у каждого оно определенно есть. Вот, и я считаю, что где-то после 20 лет у вас идет такой ваш личный путь, у вас здесь, естественно, есть свой личный выбор, как дальше двигаться. И сколько времени у вас осталось. И давайте теперь просто посчитаем, смотрите, что значит есть. После 20 лет у вас что происходит? У нас идет обучение наше, после 20 лет у нас идет работа, кто-то работает на работе сколько лет, всю жизнь бывает прорабатывают до пенсии. И после пенсии получается, что после пенсии люди уходят на пенсию для того, чтобы, как говорится, уйти спокойно с этого света, да, или помочь своим родственникам и самому себе. Но в первую очередь я хочу вам сказать, что смотрите, вот, ответьте себе все честно. Сколько вам лет, вы считаете, осталось в такой, ну вот, активной работе, где вы можете насладиться жизнью, собой. Вот, вот вы сейчас писали, я хочу изменить свой стиль жизни. Сколько вам лет, вы считаете, вот так прям в кайф будет работать? Вот сколько вы считаете, вам, вот реально, может быть, это не очень приятно, вам будет об этом думать, для некоторых такое более лично, но, честно, скажите, вот себе признать, сколько лет вы думаете, сможете вот так, скажем, в таком режиме, который, возможно, сейчас у вас есть? Или в том стиле жизни, до которого вы хотите прийти? Сколько вот реально лет, да, вот вам осталось от того, что вы, на сегодня, да, какой-то опыт у вас есть на том точке, где вы сейчас вы? Потому что вы можете быть сегодня, как я вчера, да, на конференции приводил, вы можете быть девочке за 50 и мальчике за 30. Поэтому, то есть, здесь вопрос именно в вашем количестве оставшейся времени, именно в этом. Можете спокойно 50% вашего времени убрать. Почему? Потому что 50% у нас идет, как правило, там на сон, 30%. У кого главное, кто как спит. Я обычно сплю 6 часов, 7 часов это максимум. Мне хватает, чтобы полностью так вот зарядиться при всей моей активной работе. Кому-то нужно 8 часов, кому-то 10 часов. Вот сколько времени вы считаете активного вы можете оставить? Потому что время это то, что нельзя восполнить. И вот, вот когда вы так начинаете сейчас вот первые мысли думать, у меня после этого, когда я начал потом задумываться, у меня пошли мысли о том, сколько стоит ваш час времени. Вот напишите, пожалуйста, люди, которые уже получают деньги в телексире, сколько стоит примерно ваш час времени? Потому что, когда я работаю с партнерами, есть очень много моделей. Считать отказы есть, когда вам 10 человек, вы поработаете 10 человек, один у вас человек стал партнер, и с этого партнера вы получили 100 долларов. То 100 долларов разделите на 10, это примерно сколько будет ваш час работы, ну, можно назвать, ваш часовой день работы. И вы тогда начинаете понимать, что вы должны стоить просто намного гораздо больше. Потому что время проходит на то же, а кто-то стоит дороже вас в десятки раз, а кто-то стоит дешевле. И вот я именно сейчас об этом говорю, что почему ценить время нужно? Потому что одно и то же самое время вам может принести разное количество денег сегодня. Вот вы сегодня получаете какой-то определенный доход в телексире. Как вы оцените ваше время? Сколько примерно стоит час вашего времени? Час того времени, которое вы инвестируете, час того времени, которое вы... Вот просто... Представьте, в это время уже все, уже его не вернуть. Вы уже будете на том моменте, где минус один час. Вам будет здесь уже 50 лет, а вы вот задумайтесь о том, что мне уже все же, как говорится, я девочка за 50, мне нужно еще много над собой поработать, мне нужно еще много сделать, помочь своим родственникам, детишкам и всем остальным. Каждый раз по-разному это от планов. Хорошо. В этом небольшом таком даже для вас как упражнении, вот я хочу именно донести важную такую мысль, чтобы вы задумались просто, сколько стоит ваше время и за сколько вы его готовы продать. Я вот это хочу вам донести, самую главную мысль. Просто задумайтесь, пожалуйста, об этом, потому что каждый раз, каждый год, я думаю, много из вас ставили какие-то планы. Да, у кого-то жизнь только начинается. Скажите тогда, хорошо, пожалуйста, вот и Леннон написал, и другие, возможно. Сколько раз вы себе говорили, что моя жизнь поменяется снова, по-новому начинаю? Сколько раз? Вот сколько раз вы помните, реально помните, вы говорили, что все начну по-другому? Сколько раз? Кто помнит, сколько раз он сам себе это говорил? Серьезное дело, конечно, серьезное. Что все будет по-другому, начну все делать по-другому, моя жизнь изменится, завтрашний день будет лучше и так дальше. Кто себе так говорил? Каждый день. Вот, кто-то каждый день говорил. То есть уже считать невозможно, да? Много. Постоянно. Постоянно, каждый день. Хорошо. Хорошо. А кто из вас сегодня задумывался хотя бы о тех мыслях, что можно оставить после себя? Есть такие люди? Мне просто очень интересно, с какими мы людьми сегодня здесь работаем. Вот кто именно задумывался, чтобы оставить что-то после себя? Если мы говорим сегодня, мы преследуем какие-то ценности, мы что-то делаем такое, что поможет и вам, и людям. Вот кто думал о том, что оставить после себя? Как о вас будут говорить, когда вас не будет? Что он будет говорить о вас? Как вас будут вспоминать ваши родственники, родители? Что вы смогли сделать вклад в общество, в людей? Вот что вы смогли так после себя сделать? И вот такой вопрос у меня очень... Ну, в последнее время очень тоже сильно-сильно начал идти, потому что понимает цену времени. Потому что время идет, идет. И вы в этой жизни, скорее всего, как и я, и как большинство пришли для получения определенных какого-то опыта. И вот этот опыт передать другим. Здорово. Есть такая еще, знаете, вот, пока вам говорю, формула есть очень интересная, которая помогает понять некие вещи. Я называю это время, место, обстоятельства. Вот с течением какого-то времени, в каком-то месте, при определенных обстоятельствах, вы сегодня стали партнеровать в Алексей. Вы узнали о команде медведей. А вы сегодня сидите на этой школе. И вот это время, место, обстоятельства, если так писать, знаете, как вот... Давайте я сейчас вот это сотру. Так, спокойно, Александр. Сейчас все будет отлично. Надо говорить, не кого-то, да. Так, тут этими, значит, штуками тяжело. Пока еще не разобрался, как пользоваться правильно. Нужно разобраться. Я вам просто на словах. Время, место, обстоятельства. И вот здесь подумайте, сколько вы времени, сколько вы на это времени, ну, можно сказать, инвестируете, в какое место вы пришли, и при определенных обстоятельствах, почему вы сейчас здесь. Вот. Когда вы по этим трем видам начинаете думать таким мышлением, у вас сразу появляется интересный опыт. И смотрите, значит, что будем делать дальше. Сейчас я вас попрошу на несколько вопросов ответить. Так. 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 Куда и что? Вот. Кто-то пишет, задумает серьезно. Да, это серьезные вещи, которые мы сейчас говорим. Кто из вас сегодня радуется маленьким победам? Любым маленьким победам. Вы что-то попланировали, что-то сделали, вы этим радуетесь. Кто из вас радуется маленьким победам, даже мельчайшим, что у вас просто радость распирает вас, то, что вы это сделали. Есть такие? Я практиковал даже такое упражнение, как называется дневник успеха. Многие люди, особенно те, кто новички, если у вас есть такие партнеры, сразу же им говорите, заведите этот дневник. Заведите тот дневник, который, чтобы вы каждый день писали, даже радость маленькой какой-то, что вы там, я не знаю, кому-то смогли помочь, кому-то, ну, вообще даже партнеры сделать, им знать презентацию, посетить мероприятие, применить даже то, что я сказал, может быть, у вас получилось еще лучше, чем у меня. И сказали это всем, что у меня вот, блин, получилось лучше, чем даже Сергей, я сказал, вот это классно, вот это, блин, просто здорово, что вы радуетесь каждой секунду. Потому что в большинстве случаев, вот если брать большинству массу, этого не происходит. Ну, не происходит и все, понимаете, люди больше думают о негативных мыслях, и у нас мозг так заточен. Поэтому советуйте, это делать, практиковаться хотя бы даже разным мелочам, и из этого слаживается уже, я называю так, правильное позитивное мышление. Только в моем понимании, позитивное мышление, немножко другое, которое сегодня, я часто говорю, думайте позитивно. Ну, извините меня, думать позитивно сегодня крайне сложно, скажем так, в моем плане, если вам интересно позитивно, это когда есть у вас и хорошо, и плохо. Вот это значит, в моем плане, позитивно. Это я называю нормально. То есть, это то, что должно быть. Потому что, скорее всего, вот скажите тоже, сейчас смотрите, признайтесь себе честно, вы в телескописи, скорее всего пришли, но нет хорошей жизни, ну, скажите себе честно. Скорее всего, вы пришли решить какие-то свои финансовые вопросы, скорее всего, у вас какие-то есть проблемы, которые вас душат, я не знаю, там аж разрывают. Вот скорее всего, по этим проблемам, по этим причинам вы взялись у него, пришли в телескописи. Когда у вас так хреново, так все плохо, ну, я не говорю, что может это так аж плохо, но это так и есть, скорее всего, это было двигателем, вот это определенное, что я вам сказал, время, место обстоятельств, что вы пришли в компанию телескописи. Именно это, скорее всего, было этим двигателем. Так это и говорит о том, что значит думать нормально, это значит уметь, думать дуальностью плюсом и минусом. То есть, что у вас вот это позитивное мышление должно вас... Потому что позитивное мышление, если подумайте, если вам все хорошо, вы будете говорить, вау, кайфно, классно, вы даже с диваном не встанете, понимаете? А если у вас жена подойдет, как встанет, как скажет, что, слушай, пора тебе сделать дорогое что-то, вот тогда вы начнете что-то шевелить. Особенно, когда я знаю очень много людей, берут обязательства, еще и кредиты, и куча-куча своих еще вопросов, проблемы, и у каждых их очень много. Так вот это, радуйтесь вот этому. А вот подумайте теперь над этим. Сможете вы вот такому радоваться? Вот я вам сейчас предложу вариант радоваться вашему успеху, а теперь попробуйте радоваться не успеху. Попробуйте радоваться там, где вас прям жарят, где вас жучат. Извините за слова, которые сейчас некоторые может не обходят. Это просто слово, которое больше всего подходит. Попробуйте теперь вот этому радоваться, что у вас это есть, что у вас сегодня есть пендаль под зад, который вам дают. Вот эти все люди, вот эти все окружения, которые есть. Оно вам просто сподвигает, и не было бы, представь, не было бы этого, вы бы, наверное, сегодня здесь не пришли. Если бы вы сидели на диванчике, у вас все хорошо, или попивали, как недавно мне один знакомый, вот, говорит, вот, с Мальдива, да, вот, приехал, и как все у них здорово, там, тренинг, все там, классно, офигенно, такой рай на земле. Вот. Но обычно в таком рае, и как показывает тоже практика, ну, вы не растете, вы растете там, где вам плохо. Вот там, где вам плохо, где вы, вот там и начинается рост. Вот там и начинаются те первые птички, где нужно работать над собой. И поэтому радуйтесь и вот этим вещам, то есть ваш опыт. Это ваш опыт. Вот. И вот здесь вы научитесь создавать. И идемте теперь дальше. Смотрите, я заметил еще такие некие вещи, сейчас буду говорить по ходу. Смотрите, если касательно времени, личному времени, лавры, вот смотрите, кто из вас считает, что номер один нужно быть, вообще каждым нужно быть, кто из вас считает, есть такие люди, кто из вас считает, что номер один нужно вообще быть, стараться во всем, или в чем-то одном, но лучшем быть. Вот кто за эту позицию, кто за эту мысль, что это так должно быть. Ага. Так, плюсик, да, задумался. Хорошо, я буду таким мыслям сейчас, да, что вы задумались немножко. Такая школа, потому что я к этой школе не готовился, и я вам сразу говорю, что сегодняшняя школа должен проводить ровный мешок, я продолжу за нее. Поэтому я сейчас говорю то, что у меня сейчас очень близко. Все сложно. Работа на собой самая сложная. Себя узнаете, узнаете других. Когда-то мой партнер такой, и один из учителей говорил, если вы научитесь видеть связь во всем, связь, то есть научитесь видеть вот эту связь невидимую, которую могут другие видеть, вы вообще сможете управлять многими вещами. Смотрите, почему первым достается все. Вот есть такая шкала успеха, и еще называют так достижения, кому достаются лавры, да, еще можно так перефразировать. Вот если вы заметите, что первый, те, кто первый, номер один, у них примерно это 95% успеха. Их еще называют вот профи, вот это как раз и лидер, топ лидер, или великолепные люди, супер люди, то есть те люди, которые получают все. Вот первые получают, представьте себе, первые получают 95% успеха всего. 95%. Если спортсмен бежит спринт и прибегает первым, его будут помнить всегда. Первого. Второго уже забудут после первого года. Второго, который был на доли секунды меньше. Опять я вам говорю за время. Доли секунды меньше, но его уже забудут в первый же год. Это в лучшем случае. Первого будут помнить всегда, что он первый, он это был. И вот законы нашей жизни как-то так устроены, что первых все помнят, первых все знают. Лучше всегда ставят на предистое ставы и лавры первых. 95% это где-то, я считаю, первым идет. 4% это где-то идет вот этим номер 2. Вот если вы уже номер 2, это 4% успеха. И номер 3, если быть, это где-то вот 1% успеха. Вот выберите сами для себя, какой процент успеха вы готовы, в каком вы будете. Если вы хотите сегодня номер 1 быть, даже сегодня в компании Терестри, становитесь просто лучше в чем-то. Если вы сегодня научились развить себя, вот почему и Рома Мишелк, и Денис Бойко часто говорят о том, что это бизнес-лидерство, вы развиваетесь как лидер. И одно из качеств, там, дисциплина, планирование, времени, все, говорю, за время свое. Это одни из самых основных. Их очень много качеств. Это просто одни из первых, можно сказать, можно поставить список первых. Вот есть список первых, чем работать. Так вот, вот здесь вы работаете. С этого начните. Будьте номер 1. У меня затык. Ну, затыков много у всех, поверьте, вот Сергей пишет, что затык. Чтобы понять, что вы лучше номер 1, вот чтобы понять, вот я, я опять же говорю, вот у меня есть опыт, я прошел, как сказать, лучше всего понять, кто такой номер 1. Это по спорту, это мастер международного класса. Вот мастер международного класса, это номер 1. Это люди, кто вот, в числе лучших из лучших. Вот я занимался тяжелым видом спорта, кто меня опять знает или не знает, и сумел достичь только мастера спорта. И я хочу сказать, это просто титановая работа. Я представляю, что такое мастер международного класса, это еще выше на голову. То, если брать бизнес, которым сегодня мы занимаемся, в телексе, то станьте мастером этим, мастером международного класса. То есть, сделайте ваши доходы, вот мастер международного класса, это считайте, вы станете долларом миллионером. Вот это в телексе, это уровень. Можно даже, значит, сейчас мысль пришла, что мастер международного класса, это, что в телексе долларом миллионер. Мастер спорта, это примерно там, человек, который заработал 100 тысяч долларов. И, наверное, вот человек, который там, кандидат мастера спорта, это человек, который заработает вот, от 10 и более. Вот это вот, примерно такие, даже знаете, по спорту сравнить, чтобы вы понимали. А неважно, в каком я виде спорта, я в пауэрлифтинге. В пауэрлифтинге, такой интересный вид спорта. Вот, и вот эта вся работа, вот эта вся работа начинается именно с вас, понимаете. И партнеры, и люди, которые к вам будут приходить, будут приходить именно на вас. Смотрите, я еще в планировании вспомнил такую вещь, очень важную, что главное делать все вовремя. Сейчас опять же, привожу на своем примере, а вы ставите плюсик, если это у вас где-то срабатывало. Делать все вовремя. Это значит, что, я заметил, я многие делал, ставил 25 задач, триндец, а эти 25 задач нужно было делать вчера, а не сегодня. Или эти 25 задач нужно было делать там 3 дня назад, я поставил, наперед делать. Или раньше я это сделал, или позже я это сделал. И я тогда понимаю, что все должно делаться вовремя. Понимаете, если не делается вовремя, то есть, и это реально приходится, вовремя, то для кого-то это вечная проблема. А вот это уже и есть, смотрите, мастерство, где оттачивается мастерство. Да вот, смотрите, у вас сегодня все инструменты, вся практика есть, оттачивайте это мастерство. Учитесь просто с ежедневником. Если вы не можете, мы будем более подробно разбирать на примерах, вот как это делать. То есть, даже вот по часу у вас есть время, вот вы у вас сколько рабочих денег, вы выберете 8 часов, отлично. Разбейте эти 8 часов, важные, срочные, такие, рутинные дела сами появятся. Вот важные, срочные дела. Напишите, потому что, чтобы это сделать, вот поймите меня правильно, надо силой, вот силой, энергии для того, чтобы это сделать. Если у вас ее нету, идите дальше заряжайтесь, идите развивайтесь, идите, ну как берите, учите сегодня брать. Если у вас нечего отдать сегодня, берите пока сами. Ну, это нормально, потому что я тоже очень много с разных людей учу, ну, обучаюсь у кого-то, беру что-то, отдаю что-то. То есть, это такой взаимо, ну, обмен должен быть. Ага. Вот. Все в нашей жизни из-за того, что мы не делаем все ваше время. Вот, вот, замечательно. То есть, именно так. Это так и есть. Все не делаем немножко, либо запоздавше, либо, ну, не в свое время, одним словом. Поэтому, еще раз, я как во форуме сказал, время, место, обстоятельства, это важная вещь. Ну, и, естественно, давайте перейдем к самому главному, быстренько, это к действиям, да. Это вещи, вы, наверное, много раз слышите в разных постулатах, почему делать нужно проверять. Потому что все, чтобы не говорил я сегодня вам, все, чтобы вы не слышали где-то, не читали какие-то полезные материалы, пока вы это не проверите, пока вы сами это не сделаете, пока вы свой опыт это не получите, никогда у вас ничего не получится. Что бы вы ни говорили, какие бы вы теоретиком не стали, или вы понимали, что это может как-то работать, вот, чтобы понять это состояние, нужно хотя бы попробовать, сделать. И вот действие дисциплинированное, вот это, наверное, действие ставлено на вторую ступеньку, да, так если говорить, ну, какую-то шкалу рисовать, то первое – это дисциплина, второе – это действие. То есть проверка разных методик, проверка на себе, что вы можете делать. Что-то герои есть, да, да. Потому что у вас от действия, вот вы сами же себя как вечный двигаете и будете заряжать. Так. И смотрите, вот когда я говорил в начале с такой школе, что я себя оцениваю по четырем сферам – по здоровью, по отношению, по личному отношению, по бизнесу. Я даю сам себе оценку, к примеру, по десятибалльной шкале, и моя какая-то такая цель, что я должен сделать. Это маленький шажочек для того, чтобы стать лучше. И вот если это я делаю, то есть вот в моих планах это важное действие. Важное, маленькое важное действие, но я его сделал, у меня получилось. И сегодня вот это явно видно, что это все дают плоды. Вот понимаете, есть такая интересная вещь, что когда люди вот идут, вот я тоже буду сейчас опять же приводить на своем примере, а вы ставьте плюсики. Когда я говорю вам заувлекается, когда вот знаете, вы видите, что вы увидели, что это работает в одного, да, вот видите, что, к примеру, там вот Денис Бойко, да, вот там, или Рома Мишу говорит писать видео. Сами пишут видео каждый день. Вы видите, как они пишут это видео, где они там пишут, о, там Рома появился где-то на коньячке, прикольно там, да, там, или Денис где-то там снялся рядом с кинотеатром, там я снялся где-то около кабинета стоматолога, кто мне там пишет, что пошли сразу зубному врачу. Вот стоматолог. Так вот, вы видите это, но не делайте сами. А не делайте почему? Потому что вы вот начали смотрите, как бы делать, и потом вот думаете, ну я сделаю потом, ну я сделаю завтра, ну сейчас не время, да. Или начинайте себе придумать какие-то, рассказать все истории. Вот сами подумайте, какие истории вы себе рассказываете. Мне это сейчас не надо, я это сделаю чуть позже. А я знаю, как лучше, мне нужно подготовиться. Мне для того, чтобы снять видео, мне нужно пройти технику речи. Для того, чтобы мне снять видео, мне нужно, я не знаю, заработать тысячу долларов. А я не заработаю еще тысячу долларов, зачем мне записывать видео? Здесь помимо страхов еще полно всяких других убеждений, да, вот, я за страхи молчу, все такие застраханные, извините за слово, застраханные, вот, потому что по-другому это нельзя сказать, люди, я иной раз удивляюсь, наоборот, скайф, подумайте, когда вы свои застраханные вещи будете просто преодолевать, вот, вот вспомните, смотрите, давайте я вам приведу такой пример, чтобы вы, если, те, кто боятся что-то, делать, ну, это вот Саша пишет, всегда, а вот это веселит, меня тоже это веселит, да, когда я общаюсь с такими застраханными, это веселит, смотрите, вспомните, когда-то было страшно, не знаю, там, через дорогу перейти в школу, страшно, потом вы просто это легко делали, когда это было страшно, ну, я по себе опять говорю, с девушкой познакомиться, там, первый поцелуй сделать, вот, знаете, какие-то первые действия, страшно, а потом это в кайф, страшно было, что-то предпринимать, братность и ответственность, а потом это становится в кайф, я спрашивал людей, которые прыгают с парашюта, да, я сам еще не прыгал, но вот, знаю, что Денис Бойко прыгал, люди, кто более, так, кайф от жизни хотят, такие адреналинные вещи берут, первый раз всегда страшно, но потом в кайф, мы были с командой в веревочном таком центре, вот, на прошлых выходных, первый раз, когда мы залезли, вот, первые такие 5 метров над, над это, примерно, высота с дерева стоит эти центры, 5 метров, вот, первый раз, первый раз, когда вы все поднимаетесь, и первые там шаги делать по этим веревочным центром страшно, первые, вот Саша пишет, конечно, первый раз сегодня, так, что там, Валерий, начать снимать видео, да, или вы откладываете, да, вот как Валерий пишет, я откладываю, то есть не сейчас время, понимаете, то есть первый раз страшно, а потом в кайф, вот понимаете, в кайф, вот подумайте, вот те, кто застраханны, задумайтесь об этом, хотите получать кайф от жизни, сделайте там, где страшно, это выход зоны комфорта, кто говорят, а я вам говорю сейчас, замените зону комфорта на зону роста, вот то, что я говорю вам, если вы сделаете зону роста, ваши, вот, ну, замените вашу зону, просто замените понятие, да, вот вы сейчас думаете, вот кто-то вам уже встроил вам шаблон, есть зона комфорта, есть зона комфорта, есть зона некомфорта, вы уже думаете этим стереотипом, шаблоном, а я вам говорю, есть зона роста, которая позволяет вам забыть, что такое зона комфорта и всегда расти расти постоянно то есть это значит что вы будете конечно в чувстве каком то комфорте но при приходи да но просто раз будет эта зона роста так как вот этот может сказать двигатель который постоянно работает да отлично кто так вот делает поэтому действие это реально смело можно стать на второе место и тогда увидите лучшим вы встаньте после сотого видео я прошла был после сотого видео вы станете лучшими вы посмотрите себя первое видео посмотрите сотов видео а кто из вас сегодня уже написал 100 видео есть такие здесь люди кто написал 100 видео реально 100 видео сделал за какое время мне интересно если есть такие кто же снимает видео сразу поговорку вспоминаю лучше 40 раз по разу чем ни разу 40 раз действительно лучше ммм притреста с память приходит лучше сделать и и знаете и жалеть о том что вы делаете мне не сделать и потом жалеть вот это очень такое что вы думаете на доверие так стоящие не только 10 ни одного остальные мы говорили на всех школах то было три месяца смотрите три месяца у нас идут школы мы говорили почему нужно видео писать у нас есть школа замечательно на нашем канале почему нужно писать видео это касательно всех это все те кто хочет это повторить от действия успех от видео пожалуйста и сделать это дисциплинированно у меня примерно видео идет сегодня ну раз в неделю я ставлю место и по планам один раз в неделю примерно у меня так и получается на два раза в неделю но я это делаю даже по чуть-чуть потому что лучше научиться делать немножко это опять же приведу вам аналогию со спортом очень легко спорта понять когда вы научились там примерно поднимать вес там 10 килограмм вы легко набираете вес и дальше а если вы хотите сразу сделать много и сразу ну это как вы видите да еще и быстро потому что нас же все хотят быстро нас же никто не хочет ждать и следующее критерии которые какому я перехожу к логическому понимаете это терпение потому что вот терпение людям не хватает сегодня мне там все звонит человек говорит слушай сергей вот я ты знаешь вот телекс и так уверен так уверен все так здорово все так вот блин вообще классно команда супер ну ты знаешь вот что там не результат не идет тот который не знаю что на это влияет или еще что то наверное я вот сейчас посмотрю может куда то еще денежки вкинуть но я уже заработал вот нужно еще туда вкинуть туда-сюда я ему говорю вот саш ну конечно можешь так сделать то твой выбор вот но просто подумать нужно о другом о том что чего вы хотите да вот какие вы преследуете личные цели потому что терпение как бы у людей человека не хватает человек хочет сразу а когда человек начинает вот вы знаете вот не выдерживая если очень хорошая поговорка сейчас гадалки за двумя зайцами не угонится тут сразу только у вас начинается теряться фокус все я вам говорю это этот триндец это капец у меня у меня очень хороший большой опыт был последние три года я работал с проектами свои проекты создавал запускал проекты консультировал проекты очень много из 10 проектов 8 было прибыльных и эти все проекты основываются на разных бизнес моделях если звука нет просто перегрузитесь может вы не слышите и я видел именно очень очень явно что когда не было вот этого черты это терпение вот не хватало буквально немножко я видел когда-то такую картинку часто в соцсетях вы можете увидели скорее всего все увидели когда вы заходите и такие два идут шахтера да назовем который один уже практически дошел до бриллиантов и и развернулся назад а второй именно идет к ним понимаете то есть как бы терпения немножко не хватает для того чтобы вот выстрелить потому что иной раз сейчас как бы сразу не defence они не хватает немножко дождаться только чуть-чуть им не осталось воценку потерпеть нужно нужно учиться думать немножко временем но как он у вас есть времени а тот ресурс посмотрите научитесь видим и не открывается и что вот через съемки один день вы получите всего а а вот давайте через неделю на эту неделю нужно как-то познати 그리고 делать дисциплинированная среда это все перетерпеть яман中共 действительно классное терпение научиться и у меня есть у меня в моем окружении люди и слава богу, что я с такими людьми познакомился которые всю жизнь, как говорится, долбят в одну точку и у них сейчас феноменальные результаты это супер успешные люди для их уровня, да, я сейчас говорю, для их конечно, с моей стороны, для их уровня но они именно сделали то, чего другие не делали и все начинают, извините меня, с грязи в князь, все так начинают те, кто еще и все сомневается, что там припадет наследство, там вы выиграете в лотерею, или вам повезет вообще забывайте пожалуйста напрочь это, все вы должны сами отработать это отработаете вы получите то, что вы заслужили все очень просто вы получили то, что отдайте это, поделитесь это с другими начнете делиться, у вас... я говорю, когда у вас не учива отдать, вы не сможете поделиться с другими, мы сегодня мы говорим, что если вы сегодня придете к тому, что научитесь отдавать другим, вы еще больше научите получать, вот сегодня как командное, мы сегодня очень много отдаем, я уже за последние 4 месяца вам говорю, вот 4, которые мы таком активном режиме работаем, я уже не помню, когда я реально именно преследовал свои интересы, потому что предыдущие мои проекты очень много было, знаете, таких вот общений делал все время, там, а, это твой интерес, это твоя доля бизнеса, это моя доля бизнеса, тут мы договорились, тут какие-то определенные откаты, тут проценты, сделаем такую схему, получим такое, то есть, всегда преследуясь какие-то вот такие свои личные амбиции, интересы, это тоже какого-то уровня нормально, но когда я начал именно в Телекстере работать именно вот уже для людей, в принципе, у меня и другие все были проекты для людей, просто не настолько это было, ну, знаете, как, правильно так сказать, вот как место, время, обстоятельства, с течением каких-то обстоятельств, то есть, командной такой, более духа, командной работы, стала работа именно для людей, вот прям практически, стопроцентная работа на инструменты, на сервис, на мероприятия, которые сегодня мы организовываем, на сегодняшние школы, которые сейчас я провожу, на все то, что сегодня вот запланировано, которое я, может, не все вам могу сейчас сказать, потому что мы готовим и для вас много таких, забегу наперед, скажу, подарков, сюрпризов, которые еще не говорили, но вы будете просто удивлены, мы хотим, чтобы вы удивлялись, приятно удивились, потому что, когда вы приходите в магазин, и вам говорят, а вот вам вы выиграли, там, как сегодня я в бан заходил, мне говорят, вы выиграли золотую карточку, знаете, маленький, я не ожидал этого, но маленький бонус и приятно, так вот, чтобы вы эти бонусы от нас получали всегда, вот мы для вас этих заготавливаем, мы делаем и думаем для вас, мозговые штурмы у нас практически каждый день, каждый день мы именно что-то делаем, то, чтобы улучшить, ну, капельку для вас, чтобы вы это увидели, прочувствовали, и ваше вот это терпение должно, то есть, ну, идти, как с развития, то есть, когда вы еще раз планируете, дисциплинированно все, в терпении, и делаете вот эти первые ключи успеха вашего, в любом деле, в любом месте, если вы научитесь это делать, но сейчас в данном месте, это место, это телекс вид. То, что я говорю для вас, имеет смысл и значимо, дайте, пожалуйста, мне обратную связь, потому что вот это, это как близко то, что сейчас ко мне, то есть, все, что я сейчас говорю, это очень близко ко мне, над этим я работаю, ну, в этом усовершенствии, с лучшим, с лучшим, с лучшим, с 500, спасибо, спасибо, отлично, большое спасибо, я еще тогда, смотрите, вот у нас подошло время, это, знаете, я так на одном дыхании, это все как-то говорил, смотрите, у нас время сейчас подошло, школа к концу, вот кто, кто из вас чувствует, вот опять, я чувствую, всегда говорю, на десяточку, если вы чувствуете, вы сейчас переполнены на десяточку, напишите, мы тогда сегодня, завершаем нашу конференцию, если у вас чуть-чуть не хватает, есть еще немножко, я могу еще несколько добавить таких, завтра, как я говорю, чемпиона, дам вам еще завтра чемпиона, если десяточка, это самый гуд, это то, что вы вот сейчас уже готовы делать, вот именно, если десяточка, я вам серьезно говорю, это как тренировка, сегодня у нас пошла тренировка, почему мы говорим, посещайте такие мероприятия, для вас это тренировка, для меня это тренировка, для других всех, это тоже тренировка, вы тренируетесь, как пришли, тот же самый спортзал, если сейчас перегрузиться, естественно, у вас будет откат, лучше вы вот это взяли, сойдет пей попробуйте что то сделать хорошо давайте на это будет завершать и один вопрос она как верится нам добавок тогда сегодня реально сможет что то применить то и Kitchen lights уже что то сможет применить лот реально применить каждая себе обещания смотрите там опять семьи я сегодня сделаю изнают четки план и цели я удивляюсь еще час пока вы пишете в этот пример что вы сегодняшних школы сможете применить ли себя вот прям сегодня не отлажит на завтра даже если план просто ну вот календарь не на хорошо еще кто то больше туда делать сегодня это даже может просто книгу почитать это может быть переслушать еще раз эту школу планы чего списка и с мотается вой время собирается нет я еще раз пройду бы следу не чтобы вы кону исп булни application сами общались вместе за время насколько оно должно цен на сколько каждый час времени вашего должен быть цене вообще с вами почему нужно11 1 мы с вами общались почему дисциплинированно и планированно нужно все делать. Мы общаемся, вот кто-то режим пишет, отлично. Почему нужно каждым моментом времени дорожить? Это и положительным, и отрицательным. Это классно, это нужно не только быть в плюсе, вам нужно и в плюсе, и в минусе. Вот это и есть гармония. Это не гармония, это плюс, это плюс и минус. Вам нужно, и сегодня мы говорили с вами о терпении. Вот. Супершкола, ежедневник, хронология. Здорово. Отлично. Супер. Супер. Тогда хорошо. На этом я заканчиваю эту сегодняшнюю школу. Благодарю за то, что вы опять были и желаю вам огромного большого счастья. Все. Спасибо вас. Крепко обнимаю. До новых встреч. Материал оказался полезным? Нажмите кнопку «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте свой комментарий или пожелания, и мы запишем новые видео специально для вас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных изменений и новостей компании. Всего хорошего.